Всем привет, друзья! С вами Людмила Хамула. Рада вас приветствовать на своем канале. Так получается, что у меня в апреле месяце очень стало реже выходить видео. Девчонки, прошу прощения, некогда вообще смывать. Снимать некогда видео. 6 апреля у меня день рождения, 10 апреля у мужа день рождения. Вот сегодня 11 апреля кое-как себя собрала. Думаю, надо снимать, уже вообще нечего снимать. Ой, нету видео, чтобы вы смотрели, да? Да и в принципе даже контента нету. Вернее, контент есть, но к тому контенту, который я хочу снять, да, тему, нужно немножко подготовиться. И я посмотрела, что у меня накопилось очень много пустых баночек. Пустых баночек. Я в март раньше времени начала снимать, в 20-х числа где-то. И вот у меня с 20-х числа, ну, по середину апреля, ну, получается, вот чуть меньше месяца, очень много баночек скопилось пустых. И я решила открыть серию пустых баночек с апреля месяца. Середину я имею в виду. Ну, вот как случилось, так случилось, да? Бывает мало заканчивается. Ну, как так, постольку-поскольку, да? А бывает вот такая вот огромная-огромная гора. У меня новый фон, я новый фон сазоны заказала. Захотелось мне вот такого вот яркого фона. Это тряпочный фон. Его стирать можно. Он более-менее практичный. Единственное, его неудобно вешать. Он тяжеловат для скотча. Я сейчас, конечно, залепила, но он у меня уже два раза свалился. Я боюсь, как бы сейчас опять не свалился. А так то, что его стирать хорошо. Фоны, фотозоны, фотофоны очень, ну, ну, небюджетно, да, стоят. Их постоянно менять. Нету на это средств, как бы. Ну, не будешь же одни фотозоны, да, покупать. И поэтому, ну, раскошелилась, купила. И тем более по акции. Я мужу еще подарок заказывала на озоне. И полазила по фотозонам. В общем, один заказала тряпочный. Ну, вот в одном практичный, в другом непрактичный. В плане того, что падает. Тяжелый для скотча, понимаете? Что еще хотела сказать? Праздники, да, работа. Я еще удивляюсь, как я вообще жива остаюсь, я имею в виду, здорова, полна сил и энергии. Ну, скорее всего, я грешу. Не грешу, вернее, спасибо говорю, пищевым добавкам. А особенно, скорее всего, витамину D. Потому что у всех весной обычно какой-то, знаете, упадок сил. У меня наоборот. Мне хочется работать. Я прям, просят меня заменить кого-то. Я рвусь на замену. Мне хочется вот этих праздников, да. Мне хочется какого-то ажиотажа. Вот я полна ресурса. Единственное, у меня нет времени снимать даже видео, понимаете? Так, ну, еще, конечно же, вы все спросите, что глаза не мои. Ну, кто-то увидит, кто-то нет. Да, я купила линзы. Вообще-то, я заказывала синий. Я хотела синий. Мне пришли голубые. В сочетании с моими зелеными вот такой вот цвет получился. Не знаю. Ну, мне комфортно. Но мне пока комфортно со всеми линзами, и с карими, и с моими зелеными глазами, и вот с этими голубыми. На голове сегодня голову не мыла. Вчера как помыла, ну, вот сухим шампунем уложила. Если что, кому-то не нравится, прошу меня простить и понять. Я же говорю, полна силы, энергии, но ресурсов. Но времени катастрофически не хватает. Вот 24 часа в сутки, мне вообще даже на полежать не хватает времени. Раньше, когда я на работу не ходила, я лежала целыми днями. Ну, за исключением, конечно, каких-то там семейных мероприятий и семейных дел, да. Женских забот вот этих вот семейных всех. Сейчас настолько, я же говорю, что я даже кушать дома не успела готовить. Уже муж даже приловчился готовить. Настолько он меня вообще никогда, ну, яйца пожарит. Просто он медлительно, он это все медленно делает. И я, когда что-то его прошу делать, мне больше раздражает, что это все медленно происходит. Мне проще поэтому самой сделать. Но сейчас я уже настолько на это наплевала, что у меня раздражает, что он медленно делает. Меня нету, когда дома он сам бывает готовит еду. Поэтому я ему очень благодарна за то, что он не дает нам с голоду протянуть ноги, что он самостоятельный. Ну, я имею в виду в плане готовки. Вообще он не приучен к тому, чтобы стоять на кухне. Он не то, что считает, что это женское дело. Просто, ну, так воспитан, да. Воспитан в семье пожилого человека. Ну, он сам ему 55 лет. Маме 86 лет. Естественно, воспитание какое, что раньше женщины, и она так считает до сих пор, что мужчине на кухне делать нечего. Я, конечно же, так не считаю. Я его не перевоспитываю. Просто-напросто он видит, что у меня времени нет абсолютно. И он сам, единственное, он просит сказать поэтапно, как это, что приготовить. Вот недавно печень в сметане приготовил говяжью. Вообще пальчики оближешь, я ему рецепт выслала. Ну, пошагово, что делать. Мне кажется, даже такой печени у меня никогда не было. В общем, приготовил. Самому нравится. И главное, я вижу, что он получает огромное удовольствие и наслаждение от того, что нам нравится. Что мы его хвалим, что вкусно получилось. У него есть стимул готовить. Как вот дети, да. Детям говоришь, молодец, молодец, как все хорошо. И у него есть стимул делать. Так, мне кажется, и мужчине. По головке погладь, да, скажи, что вкусно, все будет делать, все готовить. Молодец. Картошку жарит, печень потушил, да, в сметане. Первое тоже может приготовить. Ну, естественно, я ему по WhatsApp все это высылаю. Если на работе, там, целый рецепт пошагово, чтобы он это все делал. Но вкуснее, конечно, я это делаю вкуснее у него. Он делает это по желанию и по вдохновению. Я же делаю как по необходимости. Когда что-то кто-то делает в обязательном порядке по необходимости, то это уже идет, знаете, как, ну, неизбежность, да, уже без желания. Я вот, допустим, бывает без желания готовлю. Просто потому, что надо готовить, да, как говорится. В общем, вот, протараторила, да, дни рождения отметила. 6 апреля мой день рождения мы в сауне отмечали. Очень хорошо, мне понравилось все. Даже на час продляли дополнительно, да, 7 часов мы были. Я на 6 заказывала, 7 часов мы были. Все замечательно отметили. С друзьями из родственников муж и мама. Остальные были друзья. 7 я очень сильно болела с похмелья. Я, девчонки, знаю свой организм. Если я пью, я болею. Вот благо у меня выходные были. 6, 7 я отдыхала. 7 я баланс. Вот 7 я целый день лежала. Но если это можно сказать отдыхом, потому что я болела. Я чего только не пила. Вот мне нравится потратить деньги на дни рождения, на мероприятия. После дни рождения, после мероприятия еще больше тратишь денег. Это для печени пропить что-нибудь. Для поджелудочной, для желудка, для головы. Там, понизить сахар. Ну, короче, кучу всего. После 40, как говорится, косметичка становится, превращается в аптечку. Особенно, если ты выпиваешь. Выпили мы изрядно очень хорошо. Я легла, утром проснулась. Ну, я перед этим много чего выпила, всего этого, да. Я утром проснулась тоже первым делом. Пошла, естественно, выпила воды, потом поела. Главное, у меня вот организм насколько, да, разный. Вот некоторые, я смотрю, болезнь похмелья, еда не лезет. У меня же я кушаю. Мне хочется кушать, кушать, кушать. Мне хочется лежать и кушать. Я, короче, поела и кучу таблеток выпила и легла. И вот целый день покушаю, полежу, покушаю, полежу. В общем, вот, протараторила вам. Вчера у мужа был день рождения. Вчера ему 55 исполнилось, мне 43. Мужу мероприятия, он сам, я говорю, может кого-то позовем в кафе или там, ну, дома мы не хотели. Мы вообще праздники дома не любим отмечать. Дома это не отдых, понимаете, у женщины, да даже у мужчины. Что, сел, приготовил, накрыл стол, накормил, потом это все убрал. Перед этим убрал, после убрал. Мы любим на кафе ходить, да, либо вот в сауну ходить, либо вот если летом, я на природу очень люблю. Ну, как-то вот так, нам нравится, да. В общем, пошли с мужем вдвоем, просто посидели в кафе. В кафе шашлыки поели, ну, заказали. Там, конечно, мы вдвоем, муж у меня не пьет. Он сок пил. Я выпила пиво и немножко водки. Мы там на раз... ну, как, грамм 300 заказали водки. Все, я водку, я спиртного пью водку. Я коньяк, вино, виски. Вот такого плана я вообще редко пью, можно сказать, не пью. Из крепких напитков предпочитаю водку. Пиво пью только, в основном, безалкогольное. Алкогольное пиво не люблю. Мне вкус алкогольного пива не нравится. Состояние после пива тоже мне не нравится. То ли пил, то ли не пил, то ли не перепил. В общем, я безалкогольное пиво люблю. Ну, и могу позволить шампанское на Новый год, там, ну, на какие-то такие мероприятия. В основном, конечно, я предпочитаю водку из крепких напитков, из некрепких, ну, безалкогольное пиво я люблю пить. В общем, пришли, и все, я отдыхаю. Ну, вот сегодня у меня второй день выходного, так получилось, что на свой день решение 6-7-го отдыхала и на мужа 10-11-го отдыхала. Сегодня у меня мужа нет, он на работе на сутках, и я решила, что время снимать видео. Я 10 минут только рассказываю про свои мероприятия, ну, надеюсь, вам это было интересно послушать. В общем, пустые баночки, началась, да, серия пустых баночек. В общем, уход и декоративную косметику я разделила на две части, в плане того, что тоже посмотрела, что много всего. Бады и косметика для дома будут отдельно уже. В общем, вот, давайте приступим. А, что на мне, какая помада. В общем, заказала я вот такую вот помаду-бальзам, Кэтбаль. Артикулы, ссылки всех средств, которые я покажу, если есть на казахстанском сайте, я оставлю под видео. 4690, вы знаете, я заказала самый светлый оттенок, но он и выглядит не светлый. Но я думала, это как бальзам, знаете, как вот нанес, как нюдовую помадку вместо блеска, и все. Но оказалось, это прям полноценная помада. И в итоге у меня под эту помаду карандаша нет. Я выбрала вот этот карандаш от Биоси, мой любимый карандаш от Биоси. Я не знаю, есть, нету. Если будет, я оставлю тоже ссылку на сайте. Это какая-то корица. В общем, я сделала по контуру, провела вот этим бальзамом, нанесла. И сверху еще добавила вот этого карандаша, потому что бальзам с карандашом по цвету не совпадает. В общем, я разочаровалась в бальзаме не как в ухожем, в ухаживаемом средстве помаде или как еще с чем-то, просто по цвету. Мне казалось, что кипбаль, она должна гораздо быть более нюдовой, более светлой. А эта помада такая полноценная прям помада. В общем, вот. Ну, краситься буду, конечно же, но ее... Видите, я эту помаду взяла с условием того, что я буду краситься ею на работе. Вот так вот помаду съел, допустим, что-то, чтобы губы не подсыхали в течение дня, помазал и все. Но так не получится с ней. Ну, типа блеска, вот знаете, типа бальзама я его взяла. Ну, буду пользоваться теперь как помадой. Но брать, естественно, больше какие-либо оттенки не буду, потому что, ну, сам факт того, что это не бальзам, мне не понравился. Скорее всего, ухаживающие компоненты нехорошие, но именно вот для того, чтобы просто без четкого контура, эта помада не пойдет. Буду искать что-нибудь другое. Скорее всего, блески буду блесками пользоваться, ну, либо бальзамами какими-то для губ. Так, давайте приступим. У меня здесь я разделила уход и декоративку на... Здесь у меня уход для лица и декоративка и парфюмы. Там уже у меня будет что-то другое, потому что, ну, потому что, видите, 10 минут тараторю просто от того, что я соскучилась по вам. Я соскучилась тараторить. Я соскучилась, вернее, по разговору, да, по общению с вами. Давайте приступим. Закончился у мамы ботаника. Тоник для лица. Это Василёк и Гранат. В общем, мама сказала, ну, обычный тоник просто перед уходовым средством, да, перед кремом наносила его и всё. Больше ничего она особенного не увидела в нём. Мне он тоже в меньшей степени нравится. Можно сказать, он мне не нравится. В общем, брать я его не буду. Если брать буду, то, естественно, какие-нибудь другие тоники. Он ничего на моём лице не делал, даже не увлажнял. Просто нанёс, и вот эта вот липкость. Ну, просто много липкости. Я знаю, что тоники, они липковаты. Но, вы знаете, не все. Вот я наношу. Вот мне нравится гиалуронка. Она в меньшей степени липковата. Мне нравится биоглова, тоже в меньшей степени. Там, спрей-оксиологи, мист-океанум. Ну, вот что-то вот. А это прям риноваж, кстати. А это прям очень сильно липкий. И больше на лице на моём ничего не делал, не увлажнял. Может быть, подготавливал к этапу нанесения следующих средств. Но как тоник, он мне не понравился. Я брать его не буду. Закончился у меня куркума-крем. Закончился у меня ночной. 50 мл. Что хотела сказать? Мне вообще эта линейка понравилась. Кремы понравились. Всё остальное мне не понравилось. Про сыворотку куркумы я рассказывала в другом видео. Но я сейчас стала активно пользоваться больше сыворотками, нежели чем кремами. Единственное, я на ночное применение не убрала крем. А на дневной я чаще всего пользуюсь разными сыворотками. Ну, сейчас вот мезоботекс тестирую. Кстати, мезоботекс мне очень понравился крем. Но тоже либо в пустых баночках расскажу, либо в каком-то уходовом видео расскажу. Так, что этот крем делает? Здесь у нас 50 мл. Он восстанавливает. Вы знаете, кожа с утра упругая, напитанная. Пишут, что подтянутая, но я бы не сказала, что подтянутая. Здесь у нас есть и витамины С, В3, Е и Ф. Они защищают кожу от повреждений свободными радикалами. Здесь у нас есть, стимулируют этот крем, естественную выработку коллагена и церамидов. Сквалан, здесь есть масло Шима, Кадамии. Восстанавливает липидный барьер козы, защищает потери влаги, интенсивно питает. Да, это питающий крем. Здесь есть куркума, которая запатентована компанией Фаберлик. Ну, вафтему 2. Здесь есть, кстати, профилактика возрастной пигментации и осветляющему действию. В общем, для меня он крем просто питал, увлажнял, естественно. Мне нравилось, что кожа упругость. Упругость я чувствовала с утра. Вот именно про ночной крем рассказываю. Этот крем мне понравился. Я его буду повторять. Здесь текстура мне показалась даже легче, чем в дневном. Показалось так. Может быть, это зависит от того, какой я уход нанесла до этого. Впитываемость обалденно. Впитывался очень хорошо. Несмотря на то, что я много-много слоев наносила. В общем, буду ли я повторять? Да, буду. Но пока до него дойдет время, пока до него дойдет время, это еще, наверное, полгода пройдет. Потому что у меня сейчас... Чем я пользуюсь-то? Иван Вик Мирикл есть. И еще что-то я брала. А, Ренаваш я брала. В общем, вот. У меня еще 2 баночки. Иван Вик Мирикл и Ренаваш. Поэтому, скорее всего, не скоро я воспользуюсь, но он мне понравился. Этот крем с запахом очень приятным, теплым, сладким. Дальше. Мой любимый Мист Океаном закончился. Обалденный аромат. Очень хорошо увлажняет. Разглаживает мелкие мимические морщинки. Отеки снимает, если вы особенно храните в холодильнике. У него в меньшей степени липкость. Ну, нежели чем вот в ботанике. Да, это все в сравнении. И плюс, что еще хотела сказать. Единственный минус. Щипет глаза. Я с утра не могу. Я обычно вот так вот встаю. Ну, у меня же перед работой я это все делаю. Если я дома, я могу какой-нибудь другой тоник нанести. А этот тоник я хотела перед работой. В общем, я стою вот так вот брызгаю. У меня в глаз попадает. Я ношу контактные линзы. И это все щипет. Это очень неприятно. И времени нет ждать, когда это краснота, щипота. Вот это щипет. В общем, пройдет вот это вот все, дискомфорт. Поэтому я наношу исключительно на руки. И вот так вот разношу. Этому мисту я ставлю 5 с плюсом. Это мой самый любимый, можно сказать, спрей из всей компании Фаберлик. Из компании Фаберлик. Из всего. Он с морскими водорослями. Удобное использование. С приятным ароматом. Можете после бритья им брызгать, снимать раздражение. Можете на волосы сбрызнуть летом. Можете на тело, на лицо. В общем, он универсален. Буду ли я брать? Да, обязательно повторю. Так, у меня здесь тональный крем. В общем, сломался. И все в тональном креме. Все грязное. Так что, если баночка будет грязная. Ну, это пустая баночка. Это мусорка фактически. Я извиняюсь. Ну, вот все вот так вот, видите. Замазанная. Закончилась моя любимая. Это теперь уже точно, я поняла. Самая любимая мицеллярная вода в компании Фаберлик. Она у меня вторая. А, первую я, кстати, не до конца, половинку доиспользовала, до половины. Да, и мама попросила у меня. У меня не было в запасах. Я ей дала свой. У мамы сейчас получается. Ну, полторы баночки я тоже точно использовала. Могу оценку дать с 5 с плюсом. Это гиалуронка. Здесь 270 миллилитров. Получается, это увлажняющая мицеллярная вода. Она очищающая. Я очищаю макияж исключительно мицеллярной водой. С глаз. Она не щипет глаза. С бровей, с лица, с губ. В общем, шею. Ну, откуда хотите, оттуда и очищайте макияж. Ваш прекрасный аромат. Даже я могу себе позволить ее не смывать. Мама, кстати, моя тоже периодически ее не смывает. Потому что нет доступа к воде. У меня есть, но у меня бывает такая лень на меня нападает. Я могу лечь, спать. Ну, или тот же, да, вот праздник. Пришла, допустим, очень хорошо выпившая. Извините меня, слава богу, хоть косметику смыла. Спасибо, да. Уже не до мицеллярной воды, как говорится, чтобы ее смыть. Кто-то, я вообще не понимаю. Кто-то говорит, что очищающие все средства надо смывать. Кто-то говорит, что если пишет компания Фаберлик, что смывать не надо, можете не смывать. В общем, как хотите, так и делайте. И я так же. Я хочу смываю, хочу не смываю. Вообще, все очищающие, конечно, средства лучше смывать. Но если здесь пишут, можно не смывать, то можете себе позволить и не смывать. Брала, буду брать. Дальше. Закончился. Вот, тот он вот вообще весь. Весь в тональном креме, видите. Закончилась Green Karma. Это гель для умывания. Здесь 100 миллилитров весу. В общем, здесь с маслом конопли, без содержания в канабиноидов. То есть, это даже упаковка у нас из переработанного материала. Вернее, она биоэко из... Ну, из природного материала, я так скажу. Если честно, я до конца в этом не разбираюсь, потому что мне эта информация не интересна. Я обычно разбираюсь в той информации, которая мне интересна. Если честно, мне не интересно биоэко. Я, конечно, рада, если оно все биоэко, но лично для меня эта информация не нужна, поэтому я до конца даже и не разбираюсь, как тут происходит вот это вот все. Из чего сделано? С запахом приятным, скошенной такой яркой или свежей травы, с насыщенным ароматом. Пенится, не сказала бы, что очень хорошо пенится, но достаточно, чтобы помыть лицо. Очищает до скрипоты, убирает жирный блеск, сужает поры. Даже если у кого-то, допустим, есть шелушение, может... Ну, это для жирной, комбинированной, скорее всего, кожи. Для сухой, если... Ну, для нормально пойдет. Для сухой, вот мне кажется, если вы будете на постоянной основе пользоваться, и при этом после этого геля не наносить уход, то у вас будет шелушиться лицо. Просто-напросто очищает хорошо до скрипоты. Вот, брала, буду брать. Мне этот гель очень нравится. Дальше закончился у меня блер-крем. Дальше. Это серия Beauty Lab. Это у нас, получается, ретушь вашего лица. Вот. Но при этом здесь есть ухаживающий компонент. Ретушь – это с силиконами. То есть, силиконы нам нужны для того, чтобы ваше лицо разглаживалось. Ну, то есть, отфотошопить. Не сказать, что прям фотошоп сделать. Ну, вот на те же фотографии, на видео, допустим. Там, допустим, на какое-то мероприятие. Да, хотите каждый день наносите его, и будет у вас каждый день отфотошопанное лицо. Да, скрывает мелкие несовершенства, морщинки, поры. То есть, что еще делает? Лицо разглаживает. Но при этом постоянно вот его на ночь оставлять точно нельзя. Здесь силиконы. Возможно, будут подкожники у вас. Потому что под силиконами у нас лицо мало дышит. Тем более для этого. Ну, единственное, вот этот вот блер. Тем более для такого средства, да, с силиконами блер. Здесь 15 мл. Но я хотела добавить, что здесь все-таки есть ухаживающие компоненты. Здесь мне писали, что очень какой-то такой силикон. Качественный какой-то. Я точно... Я еще раз говорю, я не разбираюсь в составах. Ну, вот смотрите. Он мгновенно придает коже бархатистость. Это да. Матирует без эффекта маски. Это да. Сейчас на мне его нет. Но я хотела вот сказать, что если я его нанесу, у меня лицо вообще как будто бы, знаете, без каких-либо пор, без морщинок. Что еще хотела сказать? Скользит по коже. Легко распределяется, да. Если у вас лицо идеально, вообще супер-пупер, без какого-либо вот этих вот акне, пор, морщинок, то, мне кажется, его нанес. И даже тональный крем не нужен. Ну, вот здесь есть у нас ухаживающие компоненты. Что еще хотела сказать? Здесь 15 миллилитров, но он мне, его хватает надолго. Я выдавлю капелюшечку и разношу. Особенно я разношу. Так, у меня тут, наверное, шевелится и дергается. Сейчас, одну минутку. Лампа. Его я разношу на нос, потому что открытые поры. Наношу вот сюда вот. Ну, вот в основном вот сюда вот я наношу. Удобное использование. Дозатор очень удобный. То есть, когда вы нажимаете воздухом, вот эта помпа поднимается наверх. И вы видите, когда он закончится. В общем, вот. Вы знаете, у меня есть он. Его хватит мне надолго. Он новый у меня. Ну, сейчас я заказала из новинок. Блёр, который скини. Японская вот эта вот формула. Попробую его. А там 30 вообще миллилитров. Дальше. Дудебес закончился у меня. Это тоже праймер. Это праймер. Но он в меньшей степени мне нравится. Не потому что по своим действиям. А его использование. Здесь у нас также 15 миллилитров, как в баночке. Но он в 3 или в 4 раз дешевле. Ну, во-первых, баночка, да. Вот эта вот здесь вот баночка. Гораздо удобнее использовать, нежели чем здесь. Это праймер для коррекции пор. То есть, где у вас поры можно нанести. Тот же самый блёр. Вы знаете, мгновенно заполняет поры, уменьшает их видимость. Разглаживает и матирует кожу. Делает ее мягкой и нежной. Создает эффект soft focus. Здесь у нас матирующая пудра выравнивает рельеф кожи. Если блёр у нас беленький, то это такой, знаете, тональный цвет. Ну, как тональный. Гладкая кожа, невидимые поры, да. Но мне не понравилось его использовать. Здесь тоже есть ухаживающие компоненты. Но все блёр, все силиконы, да, в котором составим все вот эти вот праймеры, блёры, лучше всего, не лучше всего, а нужно смывать в обязательном порядке на ночь. Здесь 15 миллилитров. Вы знаете, мне не понравилось его использование. Когда он закончился, когда он закончился, вот, его невозможно отсюда выдавить. Естественно, я баночку разрезала. Но так как я пользуюсь им редко и мало, что хотела сказать, что он, ну, подсох, будем говорить. Но он подсох, я всё равно его добила. Но выковыривать отсюда неудобно. В общем, скорее всего, я его брать не буду. Мне не понравилось, как им пользоваться. По своим действиям, по своим функциям он мне понравился, а именно как им пользоваться мне не понравилось. Ой, дальше. У меня что-то тут скованность такая. Мало места, что ли, я не пойму. Села, надо было чуть дальше сесть. Я вот, знаете, прям впритык села к стенке. Ну, это я пою оды, да. Это сыворотка эликсир океанум. Морской эликсир для лица. Это недавно полюбившаяся мной сыворотка. Я уже, по-моему, за месяц две баночки истратила. Это прям, вот, знаете, мой... Без него я уже ничего, никакой уход не представляю. Я наношу, и кожа моментально бархатистая, гладкая. Вот, как, знаете, как будто нанёс праймер. Хотя здесь нету силиконов, да. Мне написали, что здесь очень хороший состав. Я обрадовалась. Моя кожа обрадовалась. Это 15 миллилитров. С очень приятным ароматом. Здесь стекло, приятная баночка. Выдавливается всё хорошо. Ну, единственное, конечно же, минус. Вот эта сама пипетка, она не до конца. Это кремовая текстура, да. И когда отсюда доходит, её невозможно выдавить. Либо я вот так вот по руке стучу. Либо я, знаете, что разбавляю мистом океанум. Ну, либо спрей Моксиологи. Потом её доиспользую. В общем, брала, буду брать. Дальше. Ладно, это потом. Сначала по уходу. Коллаген сыворотка. Это ночная сыворотка. Она с коллагеном. Мне она понравилась. Особенно мне понравилось ею пользоваться. Девчонки, вместе с сывороткой ретинол. Ретинол лайк или просто ретинол? Нет, по-моему, сыворотка ретинол. Вы знаете, в купе это идеальный вариант. То есть, нанёс сыворотку, нанёс вот этот вот ретинол, сыворотку. И всё, и ничего, больше не хочу наносить. Естественно, это всё на ночное применение. И мне больше ничего не надо наносить, понимаете? Лицо тоже именно нежирное, именно вот такое, знаете, напитанное, гладкое, бархатистое. Опять-таки, эффект, как будто праймер нанёс. Вижу сразу результат. Вижу сразу результат. Подтянутая кожа. Ну, про сыворотку это я в купе, да, рассказала с ретинолом. А про эту хочу сказать, да, буду брать обязательно. Здесь гелевая текстура. На ночное применение просто превосходно. Единственный минус, конечно, упаковочка. Я когда открываю, отсюда начинает сразу течь. Поэтому открывать лучше вот так вот и по чуть-чуть выдавливать. Ну, то есть, мне упаковка не нравится в плане того, что перерасход идёт средства для лица. Она с коллагеном. Коллаген – это встраиваемый белок. Он, это, знаете, белок – это же каркас нашей кожи. То есть, коллаген помогает встраиваться, да, белку, то есть, для каркаса кожи, чтобы у вас не поплыл овал лица. Вот. Брала, буду брать. На ночное применение обязательно повторю. Активный уход для зрелой кожи способствует восстановлению собственного коллагена кожи. Естественно, если вы ещё и коллаген будете принимать вовнутрь, это в два раза эффективнее будет. Обеспечивая выраженный омолаживающий эффект, восстанавливает и поддерживает впругость и эластичность кожи, разглаживает морщинки, укрепляет, подтягивает кожу, задерживает процесс её старения, защищает кожу от негативных факторов окружающей среды. В общем, вот. Но я ей не пою оды, как эликсиру океаном. Дальше. Малофтилин закончился. Он у нас крайне редко заканчивается. Вообще, мы его исключительно им пользуемся, когда нам нужно сильно-сильно кожу напитать. И потом, когда у вас какая-нибудь травма, да. Ну, то есть, укус, порез, что там ещё, ожог, вот такого плана. Синяк нет, а вот укус, порез, да. Здесь ярко насыщенный аромат вот этих всех вот всяких масел. Тут в составе очень большое количество масел. Я вам прям даже зачитаю. Здесь активные компоненты. Натуральные масла макадамии, жожоба, бурити, кедра. С запахом, кстати, вот кедра. Масляные экстракты конского каштана, календулы. Можете даже суставы мазать. Облепихи. Гиалуроновая кислота. Каллоидное серебро. Депантенол. Мумиё. Ионы цинка и меди. Витамин Е и Ф. Ну тут пишут. Крем для ухода за кожей лица и тела. Предохраняет кожу от потери влаги. Повышает жизнеспособность клеток. Активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. При регулярном применении предотвращает увядание. Повышает упругость и эластичность кожи. Я исключительно использую. Я же говорю, когда нам нужно прям напитать-напитать. Допустим, сухость стопы, сухость локтя, сухость рук. Или когда вот ожог, укус. Ну и что-то там ещё. Ну, рамки какие-нибудь. В общем, вот. Дальше закончилась у меня пантенол. Крем для рук. Так, сейчас скажу. Увлажнение и смягчение. Здесь пантенол и масло зародыша пшеницы. Формат упаковки 100 мл. В общем, большой. Два в одно. Вот такой вот. Сейчас я вам расскажу. Ну, как не историю, да. А просто вот я всё-таки, когда вот, знаете, пользуешься, пользуешься. Нравится, нравится. Потом не поймёшь, от чего. Ну, кожа рук сухая. У меня в последнее время, да. Ну, я уже где-то в течение больше полугода жалуюсь на то, что у меня кожа рук сухая. Прям всегда сушится. Независимо, какие кремы. На какие-то, может быть, масла, я уже думала, да. Аллергия, ну, не только, да, кожа рук, кожа губ, да, где есть масла. Этот крем, в общем, скажу так, его мало наносить не надо. Его нужно много наносить. Тогда он увлажнит кожу. Он увлажняет, смягчает, но не питает. Для сильно сухой кожи рук он не пойдёт. У меня он закончился очень быстро, потому что я наносила много. Но я заметила, что у меня абсолютно от любого крема, не только от компании Фабрик, я взяла на стороннем сайте крем, тоже им пользовалась, увлажняющий, абсолютно обратный эффект. То есть сразу всё смягчил, напитал, чихнуло от этих всех запахов, смягчил, напитал, да, если он питательный, если увлажняющий увлажнил, да, кутикулу смягчил, всё хорошо. Но по прошествии какого-то времени, ну, когда я что-то там делаю, у меня начинается кожа рук быть сухой. То есть как будто бы я в течение дня ни разу не мазала кремом. Я уже для себя решила, что крем на раковине – это обязательная вещь, которая должна быть там. Потому что, когда моешь посуду, я посуду мою не в перчатках. Ну, если я мою обычным нашим средством. Если я мою, конечно, средством для плиты духовок, то бывает забываю. В общем, девчонки, вывод один – работайте в перчатках, крем должен постоянно у вас стоять на раковине, если у вас сухая кожа рук. Я это поняла, что у меня сухая кожа рук может быть изменение в гормональном, потому что у меня никогда не было кожи рук сухой, да. У меня всегда всё жирное было. Локти у меня никогда сухие не были. Нет, локти в ру у меня были сухие. Ну, это оттрение постоянно. Когда на локтях стоишь, вот что-то оттрёшь, и вот из-за этого. Но у меня сейчас локти более-менее нормальные, но вот руки у меня сухие. Вот я сижу, хотя я утром сегодня мазала, да, на ночь я мазала крем-концентрат зима. Утром я другой какой-то крем помазала, да. Вот этот вот с орхидеей, который лимитировала линейка, розовенький. Ну, и про этот хотела сказать, что крем неплохой, но у меня от всего сушат руки. Всё. То есть я наношу, похожу, ещё больше сушат. Нанесу, похожу, без разницы. Я уже пробовала и так, и сяк пробовала, и что я только не пробовала. Особенно мне раздражает, когда кутикула очень сухая. Я вот так вот трогу, мне вот прям вот хочется вот так вот грызть. Нету этих рядышком щипчиков, чтобы это всё отстричь. Вот сейчас, прежде чем снимать вам видео, я отстригла вот эту свою сухую кутикулу. Вот такую вот гору, вы понимаете? Я кремом пользуюсь для рук минимум три раза в день, минимум три раза. А то бывает и чаще, и всё равно кожа рук сухая. В общем, поняла, что это не от кремов. У меня от любого крема сухие руки. Буду ли я его повторять? Возможно, я его когда-то повторю, если, конечно, компания Фаберик не прекратит выпускать новинки, то я к нему вернусь. А так, извините, новинки очень много выпускается, да, потом старинки хочется повторить какие-то. И в итоге я, да вот, ну вот один раз дела попробовала, потом забываю или ещё что-то другое заказываю пробовать. В итоге, вывод, мой вердикт, мой вывод, кожу рук у меня обычно любые сушат руки, кремы кожу рук сушат руки, любые. Единственное, даже мазала вот этим вот гладкие пяточки. Мне гладкие пяточки не нравятся, когда намажешь, вот я спать не могу, на мне я чувствую вот этот вот слой бальзама, вот это, он же бальзамная, да, там, текстура. Вот этот вот слой я чувствую, мне неприятно, мне хочется смыть. Утром, конечно, руки очень хорошие, приятные, но до того момента, когда я не пользуюсь водой, только я начинаю водой пользоваться, всё, куда-то мягкость, питание, вот это пропадает из рук, да, увлажнение, куда-то это всё уходит. Я ещё грешу на нашу воду. Вода у нас некачественная, я уже не раз говорю, водой, извините меня, ну, некачественная тоже нехорошо отражается на коже рук. Так что вот, дальше, у мамы закончилась бьюти лаб, это тоже мой был бьюти лаб, бьюти лаб, бьюти кафе, это да, это бьюти кафе парфюм, всё видите в тональном креме у меня, ну, там сломалась баночка. В общем, для мамы это самый приятный аромат, и для её подружек, кто не заходит, все этим ароматом брызгаются, все хотят им пахнуть, всем нравится, здесь, по-моему, в составе есть шоколад, мне же этот аромат вообще не понравился. Я маме отдала полный флакончик, я им не пользовалась, это не мой аромат, я не люблю такие ароматы, он цветочный, но здесь нотка вот эта какао из шоколада для меня, она мне мешает. Я не люблю, чтобы в аромате была кондитерка, ну, то есть пахла печеньками, кокосами, вот именно в аромате. Исключение составляет это мурмур, но там так всё, там именно всё в такой вот композиции, что там нет вот этой вот пекарни, да, хлебобулочных изделий, вот этой вот кондитеркой, да, тортами. Потом зефир, исключение тоже составляет, но там именно вот, смотрите, мурмур, там и композиция, да, альфакторная пирамида, именно вся она из этого сделана, из кондитера. И зефир тоже практически весь. А когда просто добавляют нотки шоколада в цветочную композицию, нотку какао, там, я не знаю, нотку зефира того же, нотку там ещё чего-то, мне это мешает. Ну, то есть мешает для моего обоняния. Маме, скорее всего, закажу, если он ей так нравится, ну, если попросит. А я для себя брать не буду. Дальше вот спрей Окси Оладж закончился, это закончился спрей у меня, 100 мл, я его держала в холодильнике. Вот это вот прям, вот знаете, палочка-выручалочка увлажняет, мелкие морщинки разглаживает, отёки снимает, не щипет глаза. Тоже можете разбавлять все кремы пожиже, сыворотки можете разбавлять. На волосы, на тело нанесите, без запаха практически, на ожог нанесите, на укус нанесите. Ну, вот это такой, знаете, активный кислород в составе, естественно, Новофтемо-2. Это вот такой вот базовый, базовый уход в компании Фаберлик. Брала, буду брать, сейчас уже заказала, идёт. Ну, с таким, знаете, нейтральным ароматом. И цена, кстати, для такого спрея даже очень небольшая. Закончился Global Oxygen, это кислородный бальзам. В составе у него есть активный кислород в большой концентрации. Здесь у нас глутатион, витамин С, ну и кислород, естественно. В общем, его тоже можно использовать именно на укусы, на порезы, на раны, на синяки, на ожоги, на термические, на солнечные, на любимые, на химические ожоги. Тоже можно использовать 50 мл. Я про него забываю, что в тот момент, когда что-то происходит у тебя, вот такой вот, знаете, ой, ну надо что-то делать, вечно в аптеку лезь, в аптечке. А про это забываю, что вот помажете раза 3-4 активно, да, целый день, там 5 раз, и уже опухоль спадёт, уже меньше ожог будет, меньше рана, меньше укус будет, шелушение, зудение. Но я его исключительно использую под, как уход, то есть под основной крем, либо я его использую, могу использовать даже под сыворотку. Почему использую под сыворотку? Потому что здесь есть, получается, как бы, он проводник очень хороший всех средств внутрь кожи. В общем, вот, кто-то мне даже сказал, что где я раньше была, 50 мл, я использую, ну кто-то использует именно как сыворотку. Я, бывает, под основной крем, под сыворотку даже использую. Ну, в общем, для меня это просто базовый уход для увлажнения. Брала, буду брать, мне нравится. Вот он, злополучный крем, который, зачем это я у мамы забрала и сказала, дай-ка мне его. Ай! В общем, ой, сейчас потечёт. Такого у нас уже нет. Это абсолют комфорт. Это был мой увлажняющий тональный крем. Он был у меня новый. Я, по-моему, один раз использовала, и маме сказала, мам, нужен тебе такой? Она говорит, ну, она попробовала, говорит, давай. Я говорю, он у меня не новый. У него, конечно, уже срок годности вышел, но он у нас и сломался у неё. В общем, классный крем, а маме вроде бы понравился. Но она, я смотрю, им не пользовалась. Она пользовалась другими, соответственно, делаю выводы, не настолько он ей понравился. Про него много разговаривать не буду, слава богу, его у нас нет. И вот из-за него у меня все пакеты, все баночки грязные. Ну, пишут тут, увлажняет, питает. Вот конкретно для моей комбинированной жирной кожи, прям конкретно жир на лице от него. В общем, он мне не понравился. Маме кожа сухая, она говорит, мне пойдёт. Но она им тоже почему-то не пользовалась. У ней были другие кремы, которым она больше давала своё предпочтение. Дальше закончился у меня такой блеск для губ. Это Джордин Де Дживерни. Не помню какой. Ну, я ссылку, артикул оставлю, если есть в компании Фаберлик. А, 40229, по-моему. В общем, я полюбила, я даже дозатор здесь вытащила. Я его полюбила именно на работе, да. Когда губы сотрёшь, и вот чтобы увлажнить губы, вот я вот такого плана люблю блески. Нанёс и всё. Он с таким лёгким-лёгким цветом розы. Ну, его практически не видно было. На губах просто блестел, увлажнял. Он не перекрывал пигмент губ. Удобный спонжик. Именно вот для таких целей, чтобы просто у вас, допустим, времени нет. Или вы знаете, что всё равно сейчас сотрётся, пока вы там кушать, пить будете. Ну, чтобы у вас не сушила губа, вот именно для таких целей, да. Он стирался быстро очень. В общем, если будут на сайте возьмём. Ну, я, по-моему, его искала, не нашла. Я другие какие-то заказала. Я уже не помню, какие. У меня заказ 13-го числа, прежде всего не 11-е. Там у меня, в общем, рассчитывала на 50 баллов и заказала практически на 100 баллов. И мне всё надо, понимаете. Там какие-то два блеска заказали. Но заказала, я не помню его, он был. А вообще, мне он понравился. Буду брать. Что не могу сказать про эту помаду. Я, конечно, её истратила. И ты с клеем. Это кондиционер для губ. Вот он конкретно, его наносишь. Цвет, кстати, здесь очень приятный. Мне нравится. Он такой лёгкий-лёгкий с розовинкой. Но он какой-то лиловый. Вот его наносишь, всё хорошо. Но потом вот я чувствую, прям как будто бы обратный эффект кожи губ сухая. Вот после блеска нет. А вот именно после этой помады, да. Это тоже у нас линейка BioEco. Я к тому говорю, что 100% здесь натуральные компоненты. С приятным, лёгким запахом какого-то, знаете, ванильки, возможно. Да, приятный аромат ванильки. Что-то ванильное. Но это не ваниль. Цвет очень мне понравился. Цвет очень понравился. Но всё-таки я предпочитаю, даже не знаю, как сказать. Сейчас скажу, предпочитаю больше блески, а помады не люблю. Блески я люблю именно для тех случаев, когда вот что-то надо быстро сделать, но у вас губы сухие, да. Ну, накраситься, я имею в виду. Помады я люблю. Вот для вас видео снимать я люблю помады. Люблю утром куда-то выйти, да. На мероприятие какое-то, да. Помады, чёткий контур, яркие. Вот этот вот бальн, кипбальн я взяла на замену этому. Потому что я слышала много отзывов, но он идёт как помада. Именно для чёткого контура. Это же не идёт как помада. Ну, этот я только сегодня первый раз накрасилась. Не могу про него сказать, сушит, не сушит. А это мне подсушивало губы. Поэтому брать я не буду. Всё, разобралась. Дальше. И тушь. Я вставила напоследок тушь. Как я её расхваливала, так я её сейчас и, так сказать, опущу ниже плинтуса. Ну, про продукт, да, про средства, так можно сказать. Новая тушь, которая объёмная тушь. Volume S Extra. Ну, в общем, вы поняли, да, новинка, да, недавняя. Вы знаете, всё, красит обалденно. Ресницы обалденные. Всё прекрасно укладывается. Мне такой формат нравится. Здесь силиконовая кисточка. Вот. Ну, ёлы-палы. Я ей полмесяца, даже не полмесяца, какой там, полторы недели я ещё красилась с удовольствием. И то я не каждый день ей украсилась. Она высохла, девчонки, она высохла. Ну, месяц. Ладно бы ещё, да, я закрыла бы на это глаза. Ну, полтора. Ну, полтора бы вообще в идеале два месяца было бы. Ну, есть в компании Fabric Tush, в которой можно полгода спокойно краситься. Мне не жалко денег, но просто я ею не насладилась. Ещё каталог не закончился, да, когда она только вышла. А меня она уже начала бесить. Вот я сажусь краситься утром, да, утром, вы сами знаете, времени нет. У меня в моём макияже самое главное, это макияж и глаз, самое главное, это ресницы. Я могу без стеней, без подводного карандаша, без подводки, но ресницы в обязательном порядке. И что хотела сказать, и вот когда она уже подсыхать начала, я на неё столько своего эмоционального времени убила, своего вот этого, своей нервотрёпки, да, убила, что я вот сегодня тоже опять красилась. Вот этот глаз накрашенный этой тушью. Я красилась ею, я потом подумала, ну, ёлки-палки, полмесяца прошло, ты мне что мозги тут паришь? И я в итоге вот так вот завернула её и выкинула. Ну, как может быть тушь, я меньше, ну, вот всё, неделю хорошо, полторы, да, недели хорошо красила, потом она убивалась, убивалась каждый день, убивалась. Я, конечно, понимаю условия хранения. Может быть, у нас квартира сухая, тёплая, да, жара. Да, может быть, там, я не знаю, что-то попало туда, воздух там, ну, воздух, естественно, попадает, мы же открываем. Может быть, куча факторов вот этих, на всё это влияет, ну, всякие разные факторы, которых даже я не знаю. Ну, чтобы тушь у меня неделю-полторы красила, потом перестала красить, это первый раз. В общем, я покупать не буду. Попробую, конечно, тушь, которая, это объёмная. У меня ресницы тонкие и короткие. Я чаще всего беру объёмную, потому что мне нравятся пушистые и бархатистые ресницы. Ну, возьму, попробую удлиняющую тушь из этой же линейки. А эту я брать не буду. Всё, первая часть закончилась, девочки мои. Сейчас, ну, все части сниму, пустышек, и уже размещу. С вами была Людмила Хамула, всем пока. Так вот вам сделаю сердечко. Хотела вот так вот половинку сделать, потом, что же я вам половинку? Я вам своё огромненькое сердце посылаю. Продолжение следует...